Приветики, с вами Ольга, и я вам желаю здоровья, счастья, радости, любви, мои дорогие. И сегодня у нас снова позитивная тема, потому что благодаря Green Pass Италия вошла в одну из первых, даже, можно сказать, на первом месте по туризму. Сейчас в Италии наплыв туристов, наплыв туристов из-за всяких стран, потому что если у тебя есть Green Pass, то ты можешь посетить Италию везде. То есть во всех закрытых помещениях нужен Green Pass, но они все открыты и все работают. Работают музеи на 100% заполняемости при входе нужен Green Pass. Работают спортзалы при входе нужен Green Pass на 100% можно заполнять. Все стадионы, все театры, кинотеатры, работают дискотеки, дорогие мои. Ну и конечно, конечно, туристы этим пользуются, потому что в Италии очень много наплыва туристов. И еще, и еще хотела сказать, конечно, Италия вошла снова в нормальную, в нормальную жизнь, дорогие мои. То есть все здесь работает, все везде открыто. Ну и я вместе с вами хотела бы сказать, что есть такое одно но в Италии, потому что если ты приедешь один раз в Италию, ты уже не можешь ее никогда забыть. И тебя будет тянуть и тянуть и тянуть еще раз. Хочу с вами поделиться всякими красотами, которые сегодня я сама увижу и, конечно же, с вами поделюсь. У нас сегодня, как обычно, рынок немного пасмурно, но температура 20 градусов с плюсом. Итак, Италия, Италия, Италия открыта для туристов. Я имею в виду для туристов не с туристическими визами, а с другими видами виз, дорогие мои. Но это все можно сделать. Италия живет и наслаждается жизнью. Поэтому в ресторанах, в барах, если в закрытых помещениях нужен грин пас, он у всех есть. Нет, пошел в аптеку и сдал тест. Да и сделал. Как, например, мы поехали с Винченци в термальные источники закрытой королевские. Я уже показывала это видео. У меня есть вакцина и у меня есть грин пас. Он пошел, сделал себе тест. Ему тоже дали грин пас. И мы спокойненько зашли в эти термальные источники закрытые и понаслаждались жизнью. Также можно наслаждаться и в ресторанах, которые закрыты, если вечером. И в барах, и на дискотеках, и в театрах, как и везде остальном. Но поскольку сейчас наплыв туристов, дорогие мои, гостиницы, гостиницы, рестораны заранее нужно планировать. Потому что очень-очень-очень много туристов сейчас едут в Италию. Тара-па-пам! Ну и сегодня я хотела поделиться с вами моментами такими, которые мне больше всего запомнились. Ну, сегодня вот я прошлась по рынку и внутри, и снаружи. И мне немножечко понравилась вот эта атмосфера. Конечно, не только здесь итальянцы, но и туристы, которые очень любят пройтись по рынку и что-нибудь прикупить. Ну и, конечно, конечно, и уже ёлки всякие наряженные и продают всё к Рождеству. Ещё мало времени, поэтому мало народу в барах, но всё равно они есть. Уже многие сидят внутри, потому что у многих, как я уже говорила, есть грин пас. Так что всё это нормально. Делюсь, конечно, красивыми видами нашего города Виорейджа. Вместе с вами наслаждаюсь этой замечательной красотой. Но сегодня не очень хорош погода, да и ладно. Потому что всё равно тепло, рынок работает, и всё равно накупила, обалдит, сколько всяких приятных вещей. Ну и, конечно, конечно, народ. Народ гуляет такой расслабленный, как вы видите, никто никуда не торопится. Ну и, как я уже говорила, делюсь с вами приятными моментами, которые вот у нас за это время произошли. Ну и, конечно, видами нашего замечательного Виорейджа. Конечно, Италию я обожаю. За такой вот замечательный климат. Даже как сегодня вот такая погодка немножко пасмурная, но это всё равно чудо здорово. Ну и, конечно, конечно, как я уже говорила, Виорейджа – это курортный город. И здесь очень-очень-очень много всяких разных туристов. И всё вкусненько, и всё хорошо. И музыка, конечно, музыка тоже есть, и она присутствует. И сегодня я увидела и на рынке тоже такой импровизированный небольшой маленький концерт. Делюсь с вами нашими красивыми магазинами, но не все, конечно, так, которые выборочно мне захотелось вам показать. Очень хорошо сейчас уже начинается предпраздничное настроение. Ну и, как я уже говорила, с Green Pass можно попасть куда угодно. Ну и, как я уже говорила, с Виорейджа – это очень-очень-очень-очень-очень-очень. Ну, вот такой у нас сегодня приятный мужчина на рынке порадовал. В общем, все такие весёлые и замечательно радостные. Есть такие вот магазины, всякие харибы для детей. Ну и, конечно, все-все-все совершенно, как я говорила, расслабленные. Потому что погода всё ещё шепчет. Плюс 20 градусов. Ну и, конечно, конечно, всякие магазинчики и бары и рестораны. Сейчас можно спокойно, даже если у кого-то нет Green Pass, можно спокойно посидеть на улице, потому что погода располагает. Даже если когда немножечко дождик, всё равно есть такие тенды, которые прикрывают от дождя. Ну, а здесь, конечно, очень много всего уже к Рождеству, дорогие мои. Конечно, уже сегодня повесили огонёчки. Это возбуждает, потому что действительно Рождество и Новый год – это такие праздники, которые, я думаю, что все хотят чудо. Все хотят чудо, но я думаю, что просто в этом году все, наверное, загадают здоровье себе и своим близким. Показываю, когда у нас снова будет карнавал в Новом году, дорогие мои. Обязательно приезжайте, потому что карнавали – это супер. Карнавал для Реджи – это такой карнавал, который не забудешь никогда, дорогие мои. Потому что карнавали – это масленица по-нашему перед постом. Поэтому всем нужно обязательно веселиться, танцевать, плясать, бросать конфетти и загадывать самые сокровенные желания тоже. Вот я уже показала, когда у нас будет карнавал. Ну, в этом году всё будет, потому что, как я уже говорила, с Green Pass всё возможно. То есть всё работает. Работают и театры, и кинотеатры, и даже танцевальные залы. Всё это работает, дорогие мои. Какое это счастье! То есть можно ни от кого совершенно не зависеть. Взял Green Pass и пошёл куда тебе нужно. Хочешь на улице ешь, хочешь в ресторане жуй-нетужуй. Всё это вкусно и всё это хорошо, потому что Италия – это Италия, дорогие мои. Жду вас всех, жду вас всех правдами, неправдами. Делайте визы, приезжайте в Италию, потому что тот, кто приехал один раз, будет стремиться ещё и ещё и ещё приезжать, потому что действительно в Италию влюбляются абсолютно все. И как я уже говорила, что сегодня услышала этот недостаток. Да, один раз приехал – всё, навсегда в Италию влюбился. Поэтому будешь приезжать. В общем, всех вас люблю, дорогие мои. Ну и, конечно же, конечно, конечно, всем вам здоровья, счастья, радости, сладкой жизни, потому что мороженое в Италии тоже замечательно красивое и очень вкусное. Я его обожаю. И можно его есть с круглый год, потому что холодов практически нет. Ну и новогоднего настроения. Красивая ёлка с сердцами, мы рядом, у нас тоже счастье, радость и любовь, потому что мы рядом с сердцами и с ёлкой и с огонёчками. Я снегурчка возле ёлки. И ви салюта до квеста бэлла Алберди Натали, контантиссими регали. И ви аугру амори, феличета и джоя. Конвой сэмпри Ольга. Чаааа. Продолжение следует.